Привет, друзья! По многочисленным просьбам одного человека я записываю видео вместе с Георгием. Здравствуйте! Как вы видите, по пику у нас есть Варвик, Кайли и Олаф. У врагов тоже есть Олаф, также Сион и просто король 3х3 Трандомир. Но, к счастью, игра записывалась еще в старом патче, где Трандомира контрил Варвик. Ну, в адекватном патче, когда уль Трандомира можно было не дать сделать Варвика. И так как я постоянно гнобил Трандомира, он ультовал в середине замеса или даже в самом начале, потому что боялся, что мы его выщел к ним. Собственно, это самое подавление ультра Трандомира достигается только одним эффектом, так называемым Сапресс. Он есть на ульте Варвика, на ульте Маузахара и на ульте Ургат. С новым патчем даже Сапресс не может помешать нашему Трандомиру законтрить любой вражеский дамаг и не умереть. Ну, собственно, как вы видите, Вадим играет Волком, Варвиком, Георгий, то есть я играю Кайли, и с нами еще есть парень по-клисски Шурш, который так и рассказал свое имя за все это время. Мы у него долго допытывались. Ну да, он отвечает всегда Шурш. Да, он не хочет признаваться, то ли его зовут как-нибудь типа Евлампий, то ли что. А, ну как вы видите, мы Кайли отправим вниз, так как она может нормально затерпеть, там, хильнуть тебя, еще к тому же ускориться. Вот, я пойду вверх, ой, фу, я пойду в лес, и буду получать очень много опыта, и от Соло Лайна не буду сильно отставать. Варвиком, Варвик это лучший джанглер в 3 на 3. Да, Варвик это лучший джанглер в принципе. Ну нет, так-то, ну я бы не сказал, просто Варвик это лучший джанглер в отсутствии синего бафа, потому что без синего бафа все джанглеры 5 на 5, они начинают уже как-то быть не очень. Вот, но если вы играете в примейт 3 на 3, и противники видят у вас смайт, вас тут же бегут гнобить в лес сюда. Поэтому я попросил народ здесь постоять. Мы контролим все подходы к этому бафу, кроме совсем извращенских. Вот, конечно, вот где я показываю, можно пройти, потом вот здесь вот. Ну так делают только извращенцы и флэш. Так как флэш в этой игре не играет, извращенцев я надеюсь тоже нет, поэтому все должно быть нормально, вот. Ну и мы видим, что ребята мне помогают. Сейчас помогут джанглить. Ну Кайли, как потом сейчас выяснилось, надо было чуть-чуть раньше уходить на низ, когда крипы как раз подходят к ее башне, она может затерпеть. Ну, это у нас был первый такой, первый опыт попытки защитить меня, так что мы все не отточили еще. Ну, в общем-то, единственное, что мы выполнили задачу минимума, мы помогли забрать первый балл без особых затрат маны для нашего волка, и как бы все в порядке. Ну и фестблат тоже не отдали, потому что очень часто джангл превращается в фестблат. Видим, что трендомир бьет крипов, хп крипов, к сожалению, в этой программе появились, но они не всегда соответствуют действительности. И мы видим, действительно, у меня, конечно, застрелили опыт с большого волка, но ничего страшного, в принципе. Как вариант, кстати, можно кинуть этим, как его, олафом топор через стену на волков, что тогда волки побегут за олафом, и я где-то 5-6 ударов нанесу на халяву, целых 5 ударов. Вот, но это, в принципе, тоже хорошая помощь, и тут же бежать, фармить вверх. Это, да, это неплохая помощь, но здесь есть риск. Здесь, в отличие от доты, мобы, когда теряют агры и начинают возвращаться на вазу, они могут включить реген. Я, если честно, еще до конца не разобрался в этом механизме, но может быть, что эти 5-6 ударов на халяву, они отрегенят, пока будут бежать назад и сбрасывать агры. Не, ну на самом деле, я и буду их непрерывно бить, так что все проходит нормально. Об этом мне еще Флэш рассказывал про эту тему. Мы видим, что добивает низу Кайли. Чти, почти отдается Кайли. Под двух жестких парней, со своими замедлялками, с их топорами, криками. Но, собственно, уходят на лоу хп. А я забираю маленькую точку, у меня отрегенивается смайт, и я забираю вторую сильную точку. Видим, что здесь Сион. Сион, он Олафа поначалу не убьет, но и Олаф не замочит Сиона из-за сильного щита. А внизу Кайли, конечно, надо терпеть. Главное, пока не умирать, получать много опыта. В общем, да, Кайли медленно возвращается. Кстати, насчет щита. Кроме того, что предыдущий патч поднял Триндомира, то, что ему теперь не прервать ульт вообще никак, он добавил одну очень полезную вещь. Теперь ты серыми полосками на хп видишь, отображается щит. Это очень полезно, когда ты знаешь, насколько у врага щит, или насколько у тебя щит. Помогает в убеганиях, драках. В общем, помогает. Спасибо, Риот. Ну да, это очень полезно, когда там жанны у вас всякие, то ты видишь, сколько у тебя реально хп есть в данный момент, на что ты можешь рассчитывать. Конечно, джанглеру надо постоянно быть на стороже, то есть в любой момент может прийти оппонент попытаться вас забрать. Но для этого у нас есть человек без имени, Шурш, который чуть что сразу все мне скажет. То есть я сейчас забираю весь лес, и можно было гангануть в процессе. Часто сверху стоит Трендамир на Трендамир, Джакс на Трендамир. Ну герои похожие по скиллу, и если приходит даже Варвик, там за три удара он может просто склонить Чашу Весов в пользу вашего героя и победить, соответственно. Так, видим, что здесь Олаф пришел гангать, он кричит, машет топорами. И Кайли инициирует замес, Трендамир понимает, что что-то не так, начинает отходить, но... Ну да, пока у него нет шестого уровня, по двоих, тем более не с его позиции, он корм. Максимально пользуетесь. Кайли не слишком жестко нападать, и все было правильно, в том плане, что если бы Кайли сразу тыкнул на него рейт-кликом, когда Олаф только подходил бы, то Трендамир бы понял, что Кайли, которая терпела всю игру, вдруг что-то показала силу, это видимо зря. Значит, что-то происходит не так, и надо бежать, а? Кайли подождала, пока Олаф подошел на кустах, и все круто. Олаф гонит бедного Ангела. Соблюдаете извечную трагедию саппорта против Кэри на линии, где закидывают топорами бедную девочку Кайли, хоть она... Это было попадание топором, причем, возможно, важное. В прошлом патче был возможный баг, что топор ударял два раза, потому что что-то уж слишком много он как-то снимает. Ну да ладно, давайте... Давайте вы мне подыграете и поверите, что это был баг, а я уходил на скидле. Да-да-да, что только баг помешал. Ну я здесь снизу подхожу, но у меня не шестой левел, так что зря я наглею, а с учетом того, что Олаф что-то протормозил и сразу не идет. Ну сейчас просто за мной ребята побегают, естественно, меня никак здесь не убьют, но и мы никого не убьем. То есть если бы Олаф напал пораньше... Вверх, естественно, ни в коем случае нельзя идти, это распространенная ошибка, там уже ждет Сион. И вот Олаф почувствовал силу, он пошел поставить вард, во-первых, а во-вторых, сейчас встретит Сиона. Ну потому что Сиона нет, на базу он вряд ли ушел, да, вот. Встреча, щит вы видите, как серьезно дамажит, несмотря на то, что у Олафа щит Дорана и Красный Кристалл. Ну, врубает у нас здесь Ультион Шурш пытается убить у нас Сиона, но это странное занятие. То есть он мог его убить или не убить, где-то 50 на 50, но он бы 100% отдался. Так что это такое нападение изначально уже ущербно. Надо было убегать. Ну мы его очень много сейчас ругали. Вот, в принципе, в этот момент игры мы его очень много ругали. Мы сидели все втроем на голосовом чате.